Мать, Англ Зе Матр, один из основных персонажей и главный антагонист в дополнении, Драгон Оге, Начало, Пробуждение Предыстория Мать была молодой женщиной, зараженной скверной и превращенной в чудовищное существо, в матку Зов лишил её воли, но после того, как архитектор освободил её, мать сумела вернуть часть личности, лишь затем, чтобы осознать, каким монстром она стала Обезумев, мать решает стать королевой порождения тьмы, чтобы те уничтожили мир, а вместе с ним и её саму Матери подчиняется некоторое количество последователей и множество неосвобожденных порождений тьмы Но самая страшная её сила – дети Архитектор был уверен, что освободив матку, он, тем самым, освободит и всех её следующих потомков, но оказалось, что обезумевшая мать способна порождать лишь гротескных монстров С несколькими последователями-фаворитами матери, командующими её армией, Стражу приходится встречаться по мере прохождения сюжета игры Участие в сюжете По ходу игры Страж-командор будет постепенно узнавать о матери и её последователях Она приказала послушникам поссорить далейских эльфов и людей, чтобы поставки провизии в Амарантайн прекратились из-за их межросовых споров Также она приказала убить Серого Стража Кристофа, который искал её лагово, что было вскоре выполнено Но игрок всё же узнаёт про планы матери В Кэлхироле он узнаёт о том, что у порождения тьмы идёт, гражданская война Оказывается, чтобы помешать планам матери, архитектор постоянно атаковал её войска на жизненно важных для неё территориях, Кэлхирол, к примеру Это единственное, что мешает матери начать войну Но в лагове архитектора можно понять, что у него осталось мало воинов, и продолжать сдерживать мать он не в силах Осознав это, он направляет остатки своих сил в лагово матери Командор Серых Стражей будет постоянно сталкиваться с набегами армии матери и слышать про неё Но эти набеги оказываются отвлекающим моментом для Серых Стражей Мать готовила армию, и пока её отряды нападали на фермы, её основная орда захватила старый гном и город Кэлхирол и выращивала там армию Мать поняла, что войну с отцом, то есть архитектором, выиграла она Набрав армию, превосходящую по численности армию всех Северных Земель Ферилдина, она приказала Орде, разделившись, двинуться на Амарантайн и Башню Быдения Большая часть двинулась на Башню Быдения, желая сокрушить оплот Серых Стражей в Ферилдине В её логове осталось совсем малое количество порождений Но она всё же смогла одолеть остатки сил архитектора Однако победить командора и его отряд защитники матери не смогли Когда игрок столкнётся с матерью, та расскажет и про себя, и про архитектора Если командор его убил, то она обрадуется и поблагодарит Серого Стража, хотя скажет, что не желала его смерти Если игрок с ним объединился, то мать расскажет, что именно он начал Пятый Мор, хоть и случайно, и что она жертва, а не главный злодей Но всё равно она начнёт битву с командором, чтобы он не выполнил по сюжету и как бы не разговаривал с матерью Командор убивает мать, которая во время сражения окончательно сошла с ума Стратегия Мать — сложный босс, даже немного сложнее Архидемона Кроме неё на вас будут нападать дети Поэтому рекомендуется сделать следующие вещи Обязательно берите с собой Тяжёлого Воина, Огрин, Справедливость, даже если сами на нём специализируетесь, а также Целителя и желательно, Заклинателя, обладающего стихийной магией, Буря, Адское Пекло и так далее Андерс подходит лучше всего Мать умеет накладывать руну нейтрализации Как только она начинает это делать, уводите мага из зоны действия заклинания Для начала убейте все щупальца матери и детей, а затем беритесь за неё саму Затем подбегите вплотную к матери и зайдите к ней сбоку Так ей тяжелее вас схватить и наносить удары Тяжёлого Воина ставьте подальше от матери на караул И пусть отвлекает на себя детей и режет их, разные привлекающие ауры очень помогают, а маг рядом с вами обрушивает стихийные заклинания на местность и лечит товарищей И так до конца боя Обязательно следите за тем, кто сдерживает детей, ему очень нелегко, и если он умрёт, то вам потом будет ещё хуже Рекомендуется иметь запас припарок и зелий Рекомендуется иметь запас припарок и зелий